Почему-то считается, что благотворительность, об этом не надо говорить, она должна совершаться под покровом ночи, никто не должен знать. Ровно в тот момент, когда ты рассказываешь, что ты кому-то помогаешь, все-таки, ой, но не надо тут кичиться, не надо тут пиариться за счет этого. Это уже зависит от человека. Я этим занимаюсь плотно, выступаю и своим личным собственным средством отправляю в разных организациях, детским, нуждающим монастырям, священникам и так далее. Приезжаешь в детский дом, вот конкретно, потратил какую-то сумму, вот раздал. Но этого же очень мало, это же не решает. Вы вот из магазина пришли с пакетами, с огромное количество пакетов, вся машина заставлена. Вы все это сожрете с семьей через три дня. А чем эти дети отличаются, которые в этом детском доме? И вы раз в год им эти пакеты принесли. Так им хватит их на три дня. Мучительно собираем деньги, мучительно. И потому что еще актеры, которых я сделал миллионерами, тоже деньги просят. Это ужасно. Господь дал мне для чего? Только для себя? Чтобы я хранил их и погладил их под подушку? Нет. Чтобы помог окружающим. Я, например, сама несколько раз присутствовала на таких встречах, когда, например, тебе говорят, ну давайте так, скажем, что часть денег идет в пользу детей, 15%, тогда будет лучше продаваться. Да, такой маркетинговый, так сказать, ход. Не побоюсь этого слова. Знаете, нет страны, где бы от марки благотворительности, то есть желания, умения, необходимости творить благо, кто-нибудь не откусил себе кусок. Очень легкие это деньги.